Троя Можно прочитать надпись В память участникам экспедиции на север России 1918-1919 Здесь покоятся американские солдаты, погибшие более столетия назад в чужой далекой войне И сегодня мы расскажем о том, что привело их на просторы русской Арктики 8 ноября 1917 года Второй съезд Советов принял декрет о мире В котором предложил всем воюющим государствам немедленно заключить мир 15 декабря новому правительству удалось договориться о перемирии с Германией Что фактически означало выход России из войны На тот момент главным вопросом, который занимал руководство Антанты Было продолжение войны с центральными державами 23 декабря было заключено англо-французское соглашение По которому союзники намеревались поддерживать антибольшевистские правительства На территории России для организации их борьбы с Германией Конечной целью данных мероприятий Виделось создание нового Единого Восточного фронта любой ценой Отношение лидеров Антанты к большевикам долгое время оставалось неопределенным Стремясь удержать Россию в составе воюющей коалиции Они пытались также повлиять на советское руководство И даже после того, как договор Совнаркома с Германией Вошедший в историю как Брестский мир был заключен Правительства Антанты не имели единого мнения относительно России Пока в высоких кабинетах царило замешательство События в России шли своим чередом Еще с 1915 года и до самого конца 1917 года В Мурманск и Архангельск постоянно прибывали военные грузы Но начиная с осени 1917-го, учитывая политическую нестабильность Передача военного имущества была приостановлена В северных портах скопилось огромное количество армейского снаряжения Которая продолжала оставаться в собственности англичан, французов и американцев Вскоре над этими запасами нависла угроза Которая подвигла перейти Антанту к более решительным действиям Несмотря на заключенное перемирие Окончательно установить мир между Германией и Советской Россией не удалось Чтобы принудить советскую сторону пойти на невыгодные условия мира В феврале 1918-го германское командование начало наступление 5 марта начал высаживаться немецкий десант на территории Финляндии Это означало, что возникла прямая угроза Мурманску А значит и запасом союзного военного снаряжения, расположенным на его складах Озабоченные судьбой военных запасов союзники Предложили советской стороне высадить в Мурманске десант для их охраны Большевики согласились И 6 марта с борта линкора «Глори» в городе высадили 170 английских морских пехотинцев На следующий день на Мурманском рейде появился английский крейсер «Кохран» А 18 марта французский крейсер «Адмирал Оп» Вскоре численность союзников в Мурманске достигла 2000 человек Начало интервенции «Антанты» на севере проходило сведомо и в тесном сотрудничестве с советской властью И хотя немецкое наступление на Мурманск так и не состоялось Почти вся весна прошла в мелких стычках с пелофинами Которые не оставляли попыток проникнуть вглубь российской территории Возникла угроза выхода противника к Мурманской железной дороге Что сделало бы невозможной связь Мурманска с остальной территорией страны Совместными усилиями союзников и советских отрядов был сформирован бронепоезд Который курсировал между Кандалакшей и Мурманском На поезде расположился смешанный экипаж из британской морской пехоты Французских артиллеристов и красногвардейцев В мае английские и русские матросы с крейсера «Асколь» Отражали атаки финнов на Печенегу на самом севере Мурманского края В боях с противником их поддерживали два британских крейсера Тогда же в Кандалакшу прибыл французский крейсер «Адмирал-Оп» Который доставил роту английской морской пехоты Узнав о том, что город был дополнительно укреплен Финны не решились на атаку Идиллия в отношениях интервентов и советской власти продолжалась недолго В конце марта 1918-го Германия начала свое последнее наступление на Западном фронте Сражение потребовало от обеих сторон напряжения всех сил Советское правительство оказалось между двух огней С одной стороны, лидеры Антанты не переставали требовать от большевиков возобновления войны с немцами С другой, германское посольство в Москве требовало изгнать силы Антанты с территории России В противном случае немцы угрожали возобновлением наступления с территории оккупированных Украины и Белоруссии Немцы представлялись опаснее Антанты Москва все настойчивее требует удалить союзные подразделения из Мурманского края Обстановка радикальным образом изменилась в конце мая 1918-го года Когда против большевиков неожиданно выступили находившиеся в России части Чехословацкого корпуса Чехословаки быстро взяли под свой контроль часть Сибири и Поволжья Восстание чехов помогло преодолеть последние колебания среди союзного руководства И в частности склонило президента США Вильсона к поддержке интервенции Именно его сопротивление было главным сдерживающим фактором от прямого вмешательства в дела России Без американского участия масштабное вторжение считалось невозможным Так как все ресурсы европейских союзников были брошены на Западный фронт 3 июня 1918 года Верховный совет Антанты принял решение о начале масштабной интервенции на Севере Среди войск вторжения были англичане, французы, американцы, итальянцы, финны, австралийцы, канадцы, поляки и даже сербы Отныне большевики рассматривались как прямые союзники немцев Что легло в основу военных планов и стало основным тезисом пропаганды Американские солдаты ранее готовились в Южной Англии для высадки во Франции на Западный фронт Теперь они с удивлением узнали, что сражаться им предстоит не с немцами, а со вчерашними союзниками русскими В конце июня в Мурманске началась высадка новых войск Интервенты начали захват городов края В течение месяца были заняты Кейм, Кандалакша, Печенега, Соловецкие острова Высажен десант в Сороках и Онеге 2 августа произошла высадка 9-тысячного отряда в Архангельске Власть на местах перешла к органам Верховного управления Северной области Сформированным из антибольшевистских политических сил Однако реальная власть в регионе оставалась за командованием сил вторжения Командующим союзной группировкой был назначен британский генерал-майор Фредерик Пуль Невысоко ценя боеспособность Красных Частей Пуль рассчитывал уже к 20 сентября захватить город Катлас Чтобы далее наступать до Вятки И обеспечить скорое соединение с восставшими чехословацкими войсками В этом он видел начало воссоздания будущего Восточного фронта против Германии Союзные войска должны были одновременно наступать в направлении Вологды Создавая угрозы на московском направлении В конце лета, начале осени в Мурманске и Архангельске регулярно принимали суда с пополнениями 4 сентября в Архангельск прибыли более 5700 американских солдат и офицеров В середине осени численность союзного контингента достигла своего максимума 15 тысяч человек на Архангельском фронте и 10 тысяч на Мурманском Тем не менее, эти силы не соответствовали размерам фронта Не отвечали поставленным задачам и невысокие боевые качества союзных войск Большинство британских и французских солдат По физическим данным и подготовке считались годными только для гарнизонной службы В то же время, американские новобранцы были наспех обучены И вовсе не имели боевого опыта Привыкший к реалиям Индии, где пуль провел большую часть своей военной карьеры Генерал не смог верно оценить реалии Северного театра военных действий В наступление приходилось идти под проливным дождем по колено в грязи Отсутствовали точные карты местности, не хватало транспорта Вокруг царило северное бездорожье Нарастало и сопротивление Красной Армии В октябре пуля сменил генерал Уильям Айронсайт Который привез с собой новые инструкции Ограничить операции обороной и готовить белые вооруженные силы Которые и должны будут разбить большевиков Это было признанием провала наступления Союзные отряды, заняв главные уездные центры Архангельской губернии Окопались и стали пережидать долгую северную зиму Главная стратегическая цель Соединение с сибирскими антибольшевистскими силами достигнуто не было 11 ноября 1918 года Компьенское перемирие положило конец мировой войне Положение Германии окончательно лишило интервенцию в России ее первоначальной и главной цели И вызвало новые политические колебания в союзных столицах Правительство Антанты не смогли объявить большевиков новыми главными врагами союзников И направить в Россию новые контингенты для решительной атаки Этому мешало возмущение против интервенции среди общественности стран-союзниц С целью поддержки большевиков британскими социалистами Была организована политическая кампания «Руки прочь от России» Очень быстро она стала общенациональной А впоследствии перекинулась на Францию, Германию, Италию и другие страны Европы Однако вывести войска с российской территории также было нельзя Так как многие лидеры Антанты были врагами большевизма Кроме того, эвакуация означала бы предательство белых союзников Да и вывод войск был невозможен до возобновления навигации по Белому морю в конце весны Поэтому решение было отложено до мирной конференции в Париже, назначенной на январь 1919 года Тем временем военное положение союзников на севере становилось все более опасным Противостоявший им Красный фронт быстро укреплялся Усиление Красных наглядно проявилось в феврале 1919 года, когда они отбили у союзных войск город Шенкурск Второй по значимости город Архангельской губернии Еще большую проблему представляла быстрая деморализация экспедиционных сил Солдаты и офицеры верили, что окончание войны на Западном фронте положит конец кампании в России Вскоре войска перестали понимать за что и против кого они воюют в России Характерным является запись в дневнике командира одной из американских рот, сделанная той долгой зимой Мы здесь, потому что мы здесь Деморализация французов привела к тому, что они были большей частью отозваны с боевых позиций в тыл В конце февраля отказались воевать солдаты британского Йоркширкского полка Тогда же их примеру последовала рота американцев Американский дипломатический представитель телеграфировал в Вашингтон, что войска находятся на грани бунта Главы союзных государств попытались найти компромисс, чтобы скорее выпутаться из российской войны И сохранить при этом лицо По инициативе премьера Ллойд Джорджа и президента Вильсона Воюющим сторонам в России было предложено сесть за стол переговоров при посредничестве союзников Эта попытка провалилась из-за отказа белых правительств вести переговоры с большевиками Американское руководство объявило о скорейшем выводе из России своих войск А 4 марта британский военный кабинет постановил вывести до осени и английские войска Регион должны были покинуть и войска других стран Но несмотря на заявление о прекращении интервенции, белое правительство в Архангельске по-прежнему получало военную и материальную помощь со стороны союзников Белые могли попытаться использовать эту поддержку, чтобы весной-летом 1919 года сокрушить большевистский фронт Хотя союзное командование было вынуждено начать эвакуацию, оно все еще не оставляло надежды последним ударом сломить большевиков С весны 1919-го Айронсайт разрабатывает план летнего наступления Этот план в основном повторял намерения генерала Пуля лета 1918-го Предполагалось наступать на юг вдоль Архангельской железной дороги и захватить узловую станцию Плесецкая Взяв ее, войска должны были наступать дальше на Вологду Второе направление – вновь Катлас Именно тут северные части должны были соединиться с сибирскими войсками адмирала Колчака Находившимися весной 1919 года на пике победоносного наступления Начало главных атак северной группировки было намечено на июль Надежды на успех оказались тщетными Неожиданно для белого и союзного командования красноармейцы стали оказывать упорное сопротивление На север стали проникать сведения о сокрушительных поражениях армии Колчака Слухи о поражениях сибирских войск и начавшаяся эвакуация американских и французских контингентов вызвали панику в войсках Теперь уже белые солдаты стали отказываться идти в атаке Начались переходы к противнику В середине июля восстал 5-й северный полк Убив офицеров, группа солдат перешли к красным Правый фланг белых позиций обнажился И красные заняли город Онегу, перерезав сухопутную связь Мурманска с Архангельском Это восстание стало последней каплей, убедившей союзное командование в необходимости скорейшей эвакуации войск Антанты 23 июля Лондон вынес окончательное решение о прекращении кампании на севере Последовав за американским и французским правительствами, которые полностью вывели свои войска 27 сентября последний британский корабль покинул Архангельск 12 октября англичане окончательно оставили Мурманск Интервенция на севере завершилась Однако не завершилась гражданская война, которая продолжалась в Арктике еще много месяцев Американские войска ушли в такой спешке что оставили очень многое в России, в том числе тела 114 солдат, которые погибли в последние недели пребывания американцев на севере и были похоронены в разных местах региона. В 1929 году пятеро ветеранов операции «Полярный медведь» прибыли на север России, чтобы вернуть эти утраченные останки родным и близким. Верхом на лошадях, разыскивая своих павших товарищей, они проехали сотни километров по местам былых боев. Найти удалось лишь 86 тел. Их погрузили на крейсер и доставили в США. 30 мая 1930-го был торжественно открыт монумент, с которого мы начали свой рассказ. Ветераны американских сил интервенции ежегодно встречались у этого памятника до 1983 года. Однако вряд ли смогли найти ответ на вопрос, что же они действительно делали в России, участвуя в чужой и далекой для них войне. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о военной истории Арктики. Субтитры создавал DimaTorzok